Книга «Открытым оком». Пятый том. Вопрос 1487. Тема «Деньги». Насколько верно изречение, что время – деньги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Верно в том смысле, что кто быстро и хорошо работает, качественную продукцию даёт, то он легко платит налоги, хорошо содержит семью. За одну минуту сделаешь больше и больше и денег получишь. Но считать, что деньги ценнее времени или равнозначны между собой – это глубоко ошибочно. Деньги можно потерять и можно как-то хотя бы отчасти вернуть. Что же касается времени, то это исключено. Потеря времени может быть смерти подобной. Сираха. 19.1. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться. И ни во что ставящий малое, помалу придёт в упадок. Кавычки закрыты. Но кто опоздает с покаянием, с примирением со Христом, тому уготовано не разорениях, а полный крах. Мука вечная. Евреям 3.7.15.4.7. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Евреям 4.1. Посему будем опасаться, чтобы когда ещё останется обетование войны в покой его, обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Кавычки закрытым. В словах время и деньги очень хорошо. Просто фотогенично глядятся тогда, когда люди спешат делать добро, творить щедрую милостыню по любви к Богу, к ближним. Второе Коринфянам 9.9. Как написано. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Кавычки закрыты. О времени много поговорок. Вот как видится сегодняшнему человеку не только вечность, но и доля секунды. Чтобы понять ценность одного года, спросите студента, который не сдал экзамен. Чтобы понять ценность одного месяца, спросите мать, родившую недоношенного ребёнка. Чтобы понять ценность одной недели, спросите редактора ежедельной газеты. Чтобы понять ценность одного часа, поговорите с влюблёнными, ждущими свидания. Чтобы понять ценность одной минуты, поговорите с человеком, который опоздал на поезд. Чтобы понять ценность одной миллисекунды, поговорите с спортсменом, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!